ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шанс на потепление батарей. Игра престолов. Зачем в Саудовской Аравии устроили зачистку принцев? И не обвалит ли цену на нефть эта королевская охота? Добрый вечер. Я Алексей Лихман. Давайте вместе проанализируем главные подробности уходящей недели. Я бы назвал эту неделю сезоном политических грез. Вот удивительное дело, политики начали хвастаться уже просто первыми чтениями законопроектов. Вот вспомните, раньше они хотя бы окончательно принимали законы, а потом расхваливали себя за это. Теперь же им хватает только самого первого голосования. И даже до рассмотрения поправок не доходят, а в эфирах уже расписывают, как им удалось улучшить жизнь украинцев. Например, избирательный кодекс. Только едва собрали 226 голосов за него. И когда пройдет, и чем закончится второе чтение, пока непонятно. Но впечатление уже такое, как будто следующие выборы точно пройдут именно по этим правилам. Впрочем, хорошо, что в нынешней Верховной Раде хоть что-то еще может дойти до первых чтений. Ведь многие вопросы зависают на долгие месяцы вообще без движения. Даже госбюджет на следующий год в работе у депутатов с сентября, а первое чтение и на этой неделе не состоялось. Обещают на следующей. И вот таких обещаний уже десятки только за последние пару месяцев. Что все-таки могут реализовать? Выясняла моя коллега Екатерина Лысенко. Решать, как в будущем попасть в парламент, минуя мажоритарку, нардепы принялись в первую очередь. Два варианта изменений в избирательный кодекс первым делом вынесли на рассмотрение в зал. По настроениям сразу стало понятно, если и поддерживать тот документ авторства сразу нескольких депутатов из коалиции. Этот проект не новый. Он разработан на основе проекта выборчего кодекса, который еще в 2010 году по-за минулому скликанье зарегистрировал группа депутатов. За 10 лет мы пошли на много вперед. А сейчас, если мы будем рассмотреть этот кодекс и принимать, мы возвращаемся в 10-летний минулый. Депутаты говорили о пробелах в документе, но перед выборными обещаниями взяли верх. Наступные выборы в парламент должны проходить за открытым выборчим списком. Эта коррупционная система мажоритарной складовой должна быть остановлена в любой способ. Мажоритарка за последние 15 лет перетворилась абсолютно в базар, где торгуются голоса. В итоге на табло неожиданно выскочила цифра 226. С небольшим количеством голосов документ приняли в первом чтении. Следуя законопроекту, избирателям придется по-новому ориентироваться в бюллетенях. И выборец будет визначать, он будет первую галочку ставить за партію, и другую, если божает за кандидата. Тем самым, выборец визначатиме, если божает, если божает, выборец визначатиме, який кандидат будет рухаться в великому партійному списку наверх. Кожна партія будет складывать два списка – загальнодержавный и региональный. И, кроме того, что выборец голосует за партію, он также голосует за конкретную человеку из конкретного региона, который является представителем этой партії. Конституция Украины требует выборов до парламента за пропорционной системой, без мажоритарки. Мы это поддерживаем, и мы считаем, что это будет более справедливым, это уменьшает коррупцию и сделает парламент более структурированным. Правда, та же коалиция голосовала избирательно. С одной стороны, нужно, а с другой – не хочется. Особенно, если учесть количество мажоритарщиков в той же БПП. Коалиция хотела сделать выгляд, что она начинка поддерживает, то есть частину, и раптом перемудровала сама себя. Вышло действительно 226 голосов, и я понимаю, что этот первый крок отбылся. Случайно многие понажимали кнопку. Кто-то не разобрался, кто-то подумал, а, не пройдет, а я зато потом выставлю себя красивым инновационным депутатом. На самом деле, все хуже. Они уже разобрались, понимают, что для них это несет опасности, и собираются проваливать его во втором чтении. Так что теперь в коалиции всерьез заняты внесением новых поправок. А у всех нардепов появился хороший повод громко заявить. Предвыборные обещания выполняются. Совсем другая риторика у депутатов, когда речь заходит о бюджете. Профильный комитет еще в октябре рекомендовал парламенту рассмотреть его в первом чтении, но в зале он до сих пор не появился. А появись пришлось бы пережить противостояние Кабмина и нардепов. Пока все споры только в кулуарах. Первый раз мы увидели в этом проекте бюджета практически заморожение самого низкого в мире уровня жизни людей. Это относится минимального прожиткового уровня и минимальной заработной платы, а также минимальных пенсий. Водатковую часть через депутатские правки сформулировали на 35 миллиардов гривен, а показали приблизных доходов только на 10. И то даже по тем 10 миллиардам уряда есть вопрос. Мы предлагаем направить что меньше 120 миллиардов гривен на увеличение социальных стандартов. Так же мы предлагаем уменьшить почти на 20 миллиардов видатки на утримание держапарата, которые абсолютно не необходимы. От момента прихода влады, нынешней до влады, до сегодня, сегодня, страна увеличила математично державный бюджет на 1 миллиард гривен щодня. Конечно, это не произошло щодня, но если вы рассчитываете, то за три года они на миллиард каждый день увеличили державный бюджет. У меня вопрос, кто это будет платить? Я вам отвечаю сразу, вы, я и все украинцы, которые сейчас уже виноваты по 48 тысяч гривен каждый. Опозиционный блок запрогонировал свой вариант бюджета, в котором врахованы, увеличены социальные выплаты для людей, уменьшены, это первый крок, должны быть уменьшены вдвече тарифы, и нас не влаштовывают вытраты на полицейскую державу, то, что называется, утримание силовых ведомств и державного аппарата. Если на следующей неделе нардепы возьмутся за бюджет, то окончательную версию документов в парламенте можно будет увидеть по традиции в канун Нового года. Пока же народные избранники сумели оперативно перекроить цифры этого года. Ну и что еще не появилось в зале, так это закон о реинтеграции Донбасса. В первом чтении его принимали как срочно, а ко второму так и не смогли подготовить. Есть правки, которые, на мой взгляд, мают дещо популястичный характер, и они не будут поддерживаться, скорее всего, комитетом. Например, есть идея экспортировать российскую властность на территории Украины, или, в целом, оборонить визу российских граждан на территории Украины. Мы понимаем, что такие вещи соперничают международному праву, а даже по отношению к Украине-агрессору. Питание разрыва дипломатических отношений может регулироваться отдельным законом, отдельной процедурой, а не одной поправкой для того, чтобы попиариться на этом вопросе чисто патриотичной силы. Если закон будет переработан и будет реально называться закон о реинтеграции, там будут введены положения об отмене блокады экономической, о социально-экономической реабилитации неподконтрольных территорий, о том, как достигнуть мира, как будет выполняться, дорожная карта будет там написана, как выполнять министские соглашения, мы за этот закон проголосуем. Это будет реально достижение мира. Всё, что сейчас нам предлагается, это только то, как заморозить конфликт. Мы вважаем, что этот закон не про реинтеграцию, а про відокремление Донбасса. Он не мистит в себе никакого механизма, как повернуть территорию. Там есть всё, включая, кто команда войсками, каким образом там будет зачистка на территории. Но и как повернуть территорию, каким образом дать сигнал людям Донбассу, что мы за них болеваем и хотим, чтобы они повернулись, всего нет. Если в комитете утрясут поправки, то на следующей неделе можно оживить, ожидать появления в зале и этого закона. А пока парламентарии могут подсчитать свой КПД. За неделю они в целом приняли только закон о реформе ЖКХ и внесли поправки в уже существующие законы. Утвердили новый порядок назначения местных руководителей и перераспределили бюджет на этот год. Всему остальному только дали старт. Екатерина Лызенко, Елена Зорина, Вадим Ревун. Подробности недели. Телеканал Интер. Сегодня в Киеве президент Украины Пётр Порошенко встретился с руководителями объединённых территориальных общин и депутатами, которые были избраны в прошлое воскресенье. И вот на этой встрече с местной властью глава государства пообещал ещё один закон, который депутатам предстоит принять уже в ближайшее время. О противодействии земельному рейдерству. Эта проблема существует во всех областях Украины. И остановить волну такого рейдерства политики обещают уже очень давно. Ну что ж, большой вопрос. Когда ещё и для этой темы у депутатов найдётся время? Это ещё один большой закон. Закон про противодействие земельному рейдерству, про измену функции кадастру и передачу повноважений местным бюджетам что до распоряджения земли. Ликвидуется институт смотрящих. Не нужно будет ничего погоджувати в Киеве. Права у вас и ответственность у вас. Руйнуются все схемы. Когда громаде ничего не надходит, державе ничего не надходит, а делки обрубляют, продают за кеш. И таким образом забезпечивается лишь сбагачивание. У вас влада и у вас гроши. Итак, осталось у депутатов всего три пленарные недели. То есть 15 рабочих дней, из которых только 6 традиционные для голосований. Что можно успеть за эти 6 дней и что уже точно нужно списывать со счетов и забывать? Давайте обсудим с нашими гостями Алексей Гончаренко, зам главной фракции Блок Петра Порошенко. Добрый вечер, Алексей. И Алена Шкрум, представитель Батьковщины. Здравствуйте, Алена. Спасибо, что присоединились к нам. Алена, давайте начнём с вас. Я начал с этого сегодня программу. Вот вам не кажется странным? Мне кажется, что политики начали хвастаться и обещать людям светлое будущее только на основании первых чтений законопроектов. Вот взять тот же избирательный кодекс. Его ведь до конца не приняли. Где гарантия, что его не перепишут во втором чтении так, что даже от хорошей идеи отказать от мажоритарки ничего не останется? Не, ну, звичайно. Звичайно, это загальна наша история. Благодаря пиару, очень мало справ. На самом деле, что можно встегнуть, как вы сказали, за три пленарные недели, которые остались, я боюсь, как раз, что можно встегнуть, сделать очень много кроков назад и скасовать очень много хороших и правильных законов. Как, например, буквально вчера скасовали закон про государственную службу. И все новации, про которые три с половиной роки президент рассказал, поддерживая закон про государственную службу, и просивая помощь у наших международных партнеров по отношению к реформе государственного управления, взяли и скасовали. А то, что вы процитовали сейчас землею, тоже очень смешно мне, особенно уже. Ну, и сумно, и смешно. Потому что Батьковщина рік назад казала, что проблема рейдерства земли в территориальных громадах и в регионах Украины стала жахливою, стала большей проблемой, ніж проблема реестру земельных ділянок, ніж проблема приватизации земельных ділянок або отдания их в оренду. И мы тогда кричали про это очень голосно с трибуны, нас называли популістами. Теперь президент про это заявляет через год и говорит, что мы отдам земли территориальным громадам. Где же вы были три с половиной роки? Если нужно законопроектом сруйнувать закон про государственную службу за один день, мой коллега это внес, вот Алексей Гончаренко, за один день это приняли, вы могли принять эти проекты про земельные фактически реестри и про отдачу прав на землю три с половиной года назад. Алексей, почему так долго прислушивались? Зачем три года вам нужно было? Ну, во-первых, я не являюсь автором закону про государственную службу, что это Алена Пута. Во-вторых, по поводу три года, за эти три года, слава Богу, в стране построена армия, в стране построены спецслужбы, страна дала отпор внешнему агрессору, страна получила безвизовый режим, а могу дальше продолжать. Очень много есть проблем, которые надо решать, и мы ими занимаемся. А за шесть пленарных дней, знаете, Людмила Гурченко говорила, за пять минут можно сделать очень много, а за шесть пленарных дней можно сделать еще больше. Во всяком случае, люди, которые работают и наблюдают за деятельностью Верховной Рады, не хотят смотреть на то убожище, как это было, когда мы три недели рассматривали тысячи поправок от Алены и ее коллег. Ну, хорошо, затем понятно, давайте громкое решение этой недели, Прокомментируйте, пожалуйста, это новое правило для глав местных администраций. Почему они теперь будут избираться вне конкурса, уже многие начали предвосхищать, что выборы скоро. В связи с этим? Нет, в связи с тем, что у нас есть Конституция Украины, статья 118, а я ее цитирую. Главы местных государственных администраций назначаются и увольняются президентом Украины по подданию Кабинета Министров Украины. Точка. Все. Мы сделали эксперимент, добавили сюда еще одну комиссию, чьих имен членов комиссии никто не знает, которая ни за что не отвечает, эта комиссия. И в результате мы получили, что у нас на сегодняшний день 45 районов без глав администраций, назначение главы РДА тянется неделями, а иногда месяцами, повторяюсь, месяцами. И это абсолютно ненормально. И сегодня мы возвращаемся к Конституции, правильно делаем, потому что у нас за все в стране в глазах людей отвечает президент, а оказывается, что он не может не назначить никого, не уволить, без какой-то никому неизвестной комиссии. Хорошо. Новая избирательная система в Украине все-таки быть или нет? Вы верите в то, что 226 голосов во втором чтении вам удастся собрать? Я был удивлен. Найдите мне хоть одного мажоритарщика, который вложил очень много денег в свой округ, который уже знает, что это выноси же на место, который вам проголосует за... Ну, вы знаете, 226, порядка 40 мажоритарщиков проголосовали. Если бы не было голосов мажоритарщиков, мы не получили бы 226. Я сам голосовал за этот закон. Единственное, я хотел бы предостеречь, я часто слышу, вот появился идеальный закон, и теперь у нас идеальная избирательная система, и все будет хорошо. Не существует идеальных избирательных систем. Вы только что сказали про мажоритарку, а как избирается парламент Франции? 100% мажоритарка. А парламент Великобритании? 100% мажоритарка. Это что, не демократические, не разоритые страны? Я правильно понимаю, что свой голос вы не отдадите во втором чтении? Я отдал свой голос в первом чтении, я отдам свой голос во втором чтении, но не потому, что там мы решаем проблему подкупа, я коротко. Мы решаем этим законом проблему продажи мест в закрытых партийных списках. Хорошо, Алексей, проверим, как вы проголосуете, и вы и другие. Алена, взгляд со стороны не как депутата из коалиции. Что происходит с рассмотрением государственного бюджета на следующий год? Почему на этой неделе он не был проголосован? Что вы знаете? Не договорились, не доторговались? Ну, за державный бюджет завжди дуже багато торгов. Вы помните, как в предыдущем разу, например, пан Алексей Гончаренко и коллеги, которые близки к президенту фракции БПП, не голосовали за изменения в бюджете, которые давали там больше, например, денег на субсидии и больше денег на Народный фронт, и на конкретно там Министерство пана Авакова, например. Поэтому в коалиции существуют торги между Народным фронтом, БПП, теперь еще воля народа и отроджения, ну и мы будем заручниками этих торгов. А я бы хотела поцитовать пана Алексея Гончаренко. Мы в оппозиции, мы не имеем виглядь с этого бюджета абсолютно, мы не ведем перемоги, мы будем голосовать за необходимые изменения для субсидий, для социальных каких-то норм, но мы точно не будем голосовать за бюджет, в котором мы не видим стратегии поднятя экономики. Мы подали очень много поправок, если мои поправки будут рассмотрены, снова же таки, тогда мы можем про это говорить. Сейчас они не рассмотрены в бюджетном комитете. Два слова, если позволите, я просто пана Алексея Гончаренко процитую в 2015 году на эфире, где он говорит, что концептуально закон очень правильный, подходы, в котором есть правильные на зрели, нужно защитить государственного службовца, избавить его политики и уменьшить коррупционный фактор. Конкурсы точно лучше, чем отсутствие конкурсов. Даже если первые конкурсы не дадут суперрезультаты, в средней сроковой перспективе конкурсы дадут новую качество государственных службовцев. Ваше слово. Мне коротко. 2015 год. А я скажу одну, одну раз. Во-первых, мне очень приятно, что Альона уделяет только внимания моей персоной, мне это очень приятно. Во-вторых, я сказал о том, что мы пошли на эксперименты, я в том числе, я голосовал за этот закон, я его поддерживал, мы пошли на эксперимент. Результаты эксперимента не оправдали себя. Я напомню, эксперимент с законом Надежды Савченко, которая на тот момент была коллегой Алены по фракции, мы хотели тоже сделать как бы лучше, для того, чтобы люди, которые сидят в СИЗО, чтобы их не держали там годами. В итоге мы отпускаем насильников и убийц из тюрем, потому что они долго шло следствие по их сложным преступлениям. И это надо было исправить. Вы уже немножко уводите нас от темы вопроса. Я говорю о том, что есть ошибки, которые надо исправлять. И тот, только тот неправ, кто не исправляет свою ошибку. Алена, будем считать, что Алексей исправил свою ошибку. Это не ошибка, это не ошибка. Это нашими международными обязанностями. Это наши обязанности по контракту с расстройством государства, за которыми мы получаем деньги, уже получили 300 миллионов. И на самом деле это просто политическая игра. На выборы нужно админресурс. И не больше не то, что скасовали конкурсы. Не больше то, что позволили быть членами политических партий. То, что позволили очолювать фракции БПП и фракции влади в местных радах. И то, что позволили заниматься выборами и агитацией, полностью вывели из государственной службы эти фактические посадки, выполняющие инков. Я не могу отреаговать. Закон про выборы, очень коротко. Трестатия номер три. Забороняется государственным службовцам. Будь-яка участь в выборах забороняется. И этот закон ничего не изменяет абсолютно. Это злочин. Втручание государственного службовца в выборы. Так было и остается. Одно могу сказать по результатам нашего с вами общения, дорогие друзья. Я не уверен, что 15 дней оставшихся в Верховной Раде будут очень плодотворными. То, что наблюдать за вами будет весело, это точно. Спасибо. Алексей Гончаренко, Блок Петра Порошенко, Алена Шкрумб, Аль-Кевщина были моими гостями. Мы с вами продолжаем. На этой неделе депутаты еще раз перераспределили расходы действующего госбюджета на целых 13 миллиардов гривен. Принципиальный момент – это деньги на оплату лечения за границей для тех украинцев, которые страдают от тяжелых заболеваний. Депутаты, наконец, выделили чуть больше 200 миллионов гривен для онкобольных. Дали меньше, чем просили. А сам долг висел ведь еще с лета. Один человек за это время, к сожалению, так и не дождался своей очереди на лечение. Пока политики искали время, чтобы решить этот вопрос. Еще 300 миллионов дали местным бюджетам. Эти деньги тоже пойдут на медицину. Гораздо большую сумму пришлось потратить на полицию. Свыше полутора миллиарда гривен. Чтобы не допустить долга по зарплате на конец года. Добавили расходы на внешнюю разведку. Плюс 200 миллионов. Еще плюс 100 миллионов на службу по чрезвычайным ситуациям. Но больше всего, и это уже традиционно, выделили на субсидии. Плюс 7,5 миллиардов. В итоге в этом году придется потратить на выплату субсидий аж 68 миллиардов гривен. Но оказывается, что и этих новых миллиардов слишком мало. Особенно острые проблемы в здравоохранении. Миллиардные долги по зарплатам существуют давно. Но теперь проблемы прониклись и в зале парламента. Там акция протеста. Пока сами врачи пикетировали кабинет министров, нардеп Ирина Сысоенко отказывалась покидать зал заседаний. Требовала, чтобы врачам хотя бы одно из больниц погасили долг по зарплате. Уже 11 месяцев люди ни копейки не получают от государства. К тому же за неуплату больницы отключили еще электричество с отоплением. Это в Смеле Черкасской области. Центральные власти говорят, что проблему должны решать местные чиновники. А они кивают на Киев. Голос Ирины Сысоенко был услышан. Сегодня решить проблему на заседании Кабмина пообещал лично премьер Гройсман. Я уже подготовила много поправок, потому что, чтобы не было такой беды, как в этом году стало по отношению к медицинским работникам, именно по оплате работы, мы не имеем права допустить такую ситуацию в следующем году. Я требую увеличения медицинских субвенций именно на фонд оплаты работы, дополнительно на 4 миллиарда гривен. Это именно та сумма, которая стала причиной заборгованности в этом году, чтобы в следующем году она обязательно была включена в государственный бюджет Украины. Вообще согласитесь, это просто ужасно, что даже на вот такие цели, как здравоохранение, деньги из власти приходится буквально выбивать. И суммы, которые депутаты и чиновники выделяют после долгого сопротивления, быстро заканчиваются. А вот дальше люди снова вынуждены продавать последнее, чтобы получить шанс на выздоровление. Причем в большинстве случаев этот шанс реален, только если врачи будут зарубежными. Тему продолжит «Любовь кукла». Их связала одна беда. Подруги Настя и Даша познакомились в больнице. У обеих девушек лимфома. В первый раз я услышала диагноз рак, когда мне было 16 с половиной, получается. Сейчас Даша 27, сразу после школы девушка попала на больничную койку. Десятки тысяч долларов, проданное имущество родителей, огромные долги, десятки химии и операций. В итоге, казалось бы, долгожданная победа. Но у Даши случился рецидив. История Насти похожа. Свой страшный диагноз она услышала 7 лет назад. Я в том таком молодом возрасте была настроена очень позитивно. Я не впала ни в какую депрессию, ничего. То есть сразу начала лечение, меня поддерживали родные. Мой молодой человек со мной все время был рядом. Сейчас уже муж. Сейчас Насте, как и ее подруги Даши, необходима пересадка костного мозга от донора. Но таких операций в Украине просто не делают. Таких пациентов лечат за границей. Чаще всего в Германии, Израиле и Турции. Но суммы за спасение жизни колоссальные. От 100 тысяч евро. В заложниках украинской медицины тысячи людей. Кто-то пытается спасаться сам, кто-то надеется на волонтеров, кто-то на государство. В очереди за деньгами от Минздрава 120 тяжелобольных пациентов. Они уже давно называют ее очередью смерти. Ведь без гарантийного письма, в котором Украина обязуется платить больному операцию за границей, люди погибают. Пересадку костного мозга в Украине делают только детям. И только в этой больнице. Правда, за год здесь спасают жизнь всего лишь 30 маленьких украинцев. Но этой цифрой хвастаться невозможно. В Украине щоречно потребуют трансплантации только по диагнозам онкологии и онкогематологии. Близко 300 детей. Делать пересадку костного мозга в Украине разрешено лишь больным до 18 лет. И донором может стать только родственник. Для остальных очередь. Это маленький Давид Балан. Но у него предраковое состояние. Организм ребенка не вырабатывает нужный уровень тромбоцитов. Два раза в неделю мы ездим на анализы. Это минимум. Давид уже даже знает периодичность. Он уже знает дорогу. Мама, я не хочу на коль-коль. Маленькому Давиду срочно нужна пересадка костного мозга. Родители донорами стать не могут. Не подошли. Выход один. Операция за границей. Клинику уже нашли в Турции. Вот только чтобы спасти мальчика, нужно минимум 120 тысяч долларов. Эта сумма для семьи неподъемная. Они живут в крохотной однушке. Продали все, что могли. Обращались за помощью ко всем. И сейчас Давид Балан один из 120 пациентов. В очереди за помощью государства. Что такое искать спасение за границей, знает и нажмут. Женщина ходила по врачам в Украине год. Пыталась понять, почему у нее постоянно держится повышенная температура и не проходит слабость. Ей лечили желчный пузырь, остеохондроз и даже удалили гланды. И только потом отправили на компьютерную томографию, которая показала опухоль надпочечника. Она оказалась злокачественной. Так бывает раз на 2 миллиона случаев. В Украине этот вид рака не лечит. Для моей формы рака нужен определенный препарат, который в Украине, к сожалению, не зарегистрирован. Более того, казалось бы, можно было бы его покупать, например, в Германии. Но в Украине нет определенных тестов, которые бы могли показать, как этот препарат накапливается в крови. Из некоторых стран, где лечат эту форму рака, Инна выбрала Германию. Деньги на лечение родные и друзья Инны собирали через соцсети и телевидение. Ведь сумма нужна огромная. Только один курс химии стоит 7,5 тысяч евро. Брать эти деньги у государства. В принципе, у нас очень сложная бюрократическая система. И собрать документы на то, что ты не можешь по определенным причинам, по твоему заболеванию лечиться именно в Украине. Это очень длительный процесс. У онкологических больных, как правило, времени на вот такие сборы нет. Инна уже прошла 5 курсов химиотерапии. В Германии она нашла много друзей. Ей помогают и с жильем, и с бытовыми проблемами. Сама Инна по интернету поддерживает людей, которые тоже ищут возможность выехать на лечение за границу. И пытается объяснить немцам, почему украинцы, которым предстоит борьба за жизнь, сперва должны получить шанс на начало этой борьбы. Они на меня смотрят огромными глазами и говорят, как? Ты собирала деньги в Украине? Ты просила кого-то пожертвовать тебе на лечение? Я говорю, да. Они говорят, ты понимаешь, какая штука? У нас страховка. И мы даже не задумываемся, независимо от сложности заболевания, а где брать деньги? Потому что страховая компания покроет лечение независимо от того, какой будет эта сумма. В то время как в Украине люди вынуждены и в дождь, и в холод, и в жару стоять и просить у депутатов, у членов кабинета министров выделить деньги. Люди вышли на улицу и на этой неделе, и депутаты все-таки проголосовали за изменения в бюджет. На лечение дали 238 миллионов гривен, хотя люди просили 400. А это значит, что шанс на спасение появится не у всех. Любовь Куклова, Гдан Савруцкий, Наталья Неделика, Татьяна Лагунова и Павел Лысенко. Подробности о неделе. Телеканал Интер. Ну вот пока государству не хватает даже сравнительно небольших сумм на здравоохранение, получаем такие новости. Третий транш помощи от Евросоюза на 600 миллионов евро наша страна уже не получит. Чтобы эти деньги зашли в Украину, политики должны были сделать две вещи. Снять мораторий на экспорт леса кругляка – это обязательство по соглашению об ассоциации с ЕС. И обеспечить автоматическую проверку электронных деклараций. Вице-премьер по евроинтеграции Ивана Климпуш-Цинцадзе говорила, что крайний срок по этим условиям – конец октября. Затем дедлайн перенесли на середину ноября. Но очевидно, что за несколько дней решить эти вопросы невозможно. Непростая ситуация и с МВФ. Хороших новостей по очередному траншу для Украины нет до сих пор. Впрочем, на получение этих денег терять надежду все-таки не стоит. Пенсионная реформа уже заработала. Новый закон о приватизации принят в первом чтении. И депутаты обещают не затягивать со вторым. Да и бюджет на следующий год, по крайней мере, в правительственной редакции вряд ли вызовет нарекания у экспертов фонда. Кстати, техническая группа МВФ прибыла в Украину на этой неделе. Цель как раз оценка проекта госбюджета. А уже на следующей неделе в Киеве ждут президента Всемирного банка. И, знаете, вот любопытно, например, почему ту же приватизацию не могли запустить так долго? Фактически она заблокирована уже несколько лет. Наши западные кредиторы устали просить хоть как-то зарабатывать деньги для государства на этих объектах. Сейчас в Украине 3,5 тысячи госпредприятий. И это не только стратегические объекты. Государство владеет даже конюшнями и спиртзаводами. Большинство из таких предприятий убыточные. Вот неужели без нового закона действительно нельзя было их продавать? И неужели нынешние неформальные хозяева этих предприятий, которые привыкли их просто доить, так легко отдадут сейчас их на продажу? Давайте вот с этой темы начнем разговор с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Он на связи со студией подробностей недели. Спасибо вам за то, что нашли время. Скажите, пожалуйста, депутаты наконец-то занялись новым законом о приватизации. Вот как вы оцениваете этот документ? И после его принятия действительно будет разблокирована приватизация? А то ведь уже несколько лет не было больших сделок по государственным предприятиям. Доброго вечера. Я хотел бы тут разделить то, что нужно в Украине и украинцам. Украинцам нужна мощная экономика в нашей стране. И самое главное, чтобы результаты работы экономики мы конвертировали или реинвестировали в жизнь украинских граждан. То, что вы говорили про международную помощь, это все очень хорошо. Но нам нужно научиться зарабатывать необходимые деньги для того, чтобы обеспечить высокий уровень жизни. Поэтому для нас очень важно сегодня, для меня и для премьер-министра, это увеличение национальной экономики. Если говорить про приватизацию, то мы не просто про продаж, контролированный необходимым людям, а про то, что мы неэффективное государственное майно будем использовать совсем по-другому. Открыто, конкурентно и публично. Это даст возможность нам залучить в эти компании, которые неэффективно используются, эффективных властников, эти властники створят рабочие места, украинцы получают работу, а Украина получает качественный национальный продукт, который будет конкурентен и в среднем стране, и в зоне. Если вы говорите про продаж этих объектов, их нужно было продать 25 лет назад. И сегодня это были бы успешные конкурентные предприятия. Это не произошло. И мы сегодня, уже несколько лет подряд, три года после Революции Гидности, начинаем наводить лад и порядок. Это было вопрос порядка денной реформы, которую предлагал уряд. И мы, фактически, сегодня можем сказать, что ухвалили все важные фундаментальные решения. Далее у нас осталось вопрос приватизации, вопрос национального бюджета. Я наголошу на том, что эти документы, эти решения нужны Украине и украинцам. И моя мета только одна. Люди должны жить лучше. Но просто ничего не делать, тогда мы этой меты не достигнем. А мы достигнем обязательно через принятие конкретных решений и через развитие национальной экономики. Владимир Борисович, люди должны жить не только, тут я с вами согласен, краще, но они же должны жить и спокойнее. Особенно те, кто эти деньги в нашей стране зарабатывает. Вот скажите, когда может быть принят законопроект о защите бизнеса от давления силовиков? Это обсуждалось на этой неделе. Вот все-таки согласитесь, вряд ли у нас тут появится целая толпа желающих поучаствовать в приватизации в таких условиях, когда силовики могут попросту заблокировать любой бизнес. Вы тут абсолютно правы. Я много езжу по Украине и чую от бизнеса нарекания на надмирный тиск силовых органов, а вообще про тиск силовых органов. Это неприпустимо. Я наголошую на том, что прозрачный, білий законный бизнес легальный в Украине будет защищен и будет защищен как законам, так и премьер-министрам. Мы внесли инициативу, которая сейчас уже находится в парламенте. Мы работали ее спольно. Я вважаю, что в парламенте она будет получать широкую поддержку, чтобы заборонить беззаконно чинить правоохранным органам. Когда они делают незрозумимые обшуки, когда они не допускают адвокатов, когда они по одному и тому же справе против предпринимателей порушивают одну и ту же криминальную справу, разные правоохранные органы. Это неприпустимо. Мы должны поставить абсолютно кратку в этом вопросе. И если я раньше инициировал вопрос «Маски-шоу-стоп», когда и генеральный прокурор, и министр внутренних справ, и ДФС, почули президента и почули меня в этом вопросе, и генеральный прокурор сделал очень много правильных кроков, которые все другие органы правоохранные подкориваются, то сейчас эти решения дадут нам возможность сказать беззаконно «стоп». Есть закон, который будет защищать бизнес, и мы будем все делать для того, чтобы этот закон поддерживался всеми контролирующими правоохранными органами. Понятно. Давайте тогда обсудим еще один очень прибыльный для коррупционеров вопрос – земельный. Недавно даже пришлось уволить руководителя Госгеокадастра. Вы сегодня заявили, что нужно менять и систему управления земельными ресурсами. А вот как быстро можно это сделать? И не получится ли, что на деле просто карман поменяется, а деньги за землю все равно заносить неофициально придется людям? Продолжение следует... 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 и презентовать бюджет для остаточного подтверждения. Я хочу подкрасить одну вещь. Те системные кроки, которые мы делаем, они с каждым месяцем и годом будут изменять страну. Нам придет спокойствие, безопасность, мы будем конкурентной экономикой однозначно, у меня нет никакого сумнёва, и все это будет результатом нашей деятельности. Тому хочу всех абсолютно запевнить в том, что мы идем шляхом, который позволит нам в первую очередь обеспечить благополучие украинских граждан и гидное место нашей прекрасной державы в мире. Ну что ж, посмотрим. Возможно, в этом году депутаты нас всех удивят и проголосуют всё-таки бюджет не в предновогоднюю ночь под ёлочку. Спасибо, Владимир Борисович. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отвечал на мои вопросы. Мы же с вами продолжаем подробности недели, и вот о каких темах будем говорить дальше в программе. Атака на евробляхи. Государство показало зубы владельцам нерастаможенных авто. Но почему те не сильно испугались? Зима близко, но не для чиновников. Кто виноват в проблемном старте отопительного сезона? И есть ли у населения шанс на потепление батарей? Игра престолов. Зачем в Саудовской Аравии устроили зачистку принцев? И не обвалит ли цену на нефть эта королевская охота? Обнародованы новые правила дорожного движения в Украине. Кабмин сегодня одобрил всё то, что анонсировалось уже несколько недель. И снижение разрешённой скорости, и увеличение штрафов, и даже новые условия выдачи водительских прав. Презентовал эти новые правила министр внутренних дел Арсен Аваков. Теперь первые права можно будет получить только на два года. В населённых пунктах максимальная скорость движения может быть всего 50 км в час. Штраф за нарушение 3400 гривен. Штраф за вождение без прав может достигать суммы в 10 тысяч гривен. Если такое нарушение будет повторно, штраф уже 40 тысяч. Могут увеличить и тюремное наказание за ДТП с жертвами, за тяжёлые телесные повреждения или смерть человека, наказание до 12 лет лишения свободы. Все эти предложения уже на следующей пленарной неделе должна рассмотреть Верховная Рада. Кстати, обратите внимание, после трагического ДТП в Харькове, в результате которого погибли 6 человек, такие изменения правил выглядят логичными, но всё-таки недостаточными. Да, обнаглевших водителей у нас хватает. Более чем достаточно и мажоров, которые считают, что им правила не писаны. Они, кстати, и новые штрафы-то легко потянут. Вот только нужны в том числе и инфраструктурные решения. Например, пешеходы на вечерних дорогах водителям часто просто не видны из-за слишком тусклого освещения. Да и дороги в Украине пока настолько дырявые, что водители просто вынуждены опасно маневрировать. И вообще без видеофиксации новые правила будут обходить точно так же, как обходят и нынешние. Ну, что ж, посмотрим, будут ли депутаты обсуждать ещё и это, а не просто штрафы. Ну, а что политики уже, кажется, откровенно боятся решать, так это проблему евроблях. В коалиции обещали ещё до ноября принять законопроект, который сделает легальными сотни тысяч завезённых из Европы машин. И пока депутаты медлят, фискалы действуют. Уже договорились с Литвой о расследовании законности ввоза в Украину машин из этой страны. Не отстают и суды. Уже не первый раз появляются новости о штрафах в несколько миллионов гривен за евробляхи. Скольким украинцам придётся платить такие штрафы? И почему всё-таки законодатели медлят? Выяснял Алексей Пшемыский. Небольшой рынок возле одной из станций метро на окраине столицы. Здесь можно купить бытовую химию, овощи, фрукты и машину. Вот такую или даже такую. Здесь продают так называемые бляхи от польского слова номер. Автомобили на европейских номерах. Вы тут продаёте машины? Нет, тут сидим так. Сидите? С спортивного интереса, да. Да, и как? Нормально. Успешно? Просит не снимать. Говорят, клиентов распугаем. Без комментариев. Новая, старая, дешёвая или класса люкс. Выбор на любой вкус. Разбитый Гольф или Ауди. Здесь можно приобрести всего за тысячу-две евро. Эти же машины с украинскими номерами стоили бы в 2-3 раза дороже. Украинская машина стоит примерно X5 и сколько? 18 стоит. Значит, такой стоит 9. Пол цены дешевле. Потом полиция не остановит? Можно ездить? Так поедем, покатаемся, посмотрим. Человек катается, вроде не останавливается. Такие автомобили в Украину завозят иностранцы. Прямо на рынке вас пишут доверенность. Возьмут деньги и отдадут ключи. Стать евробляхером можно за несколько минут. Но к машине на бляхе бонусом можно приобрести и судебные проблемы. Именно так произошло с жительницей Одессы Светланой. Ее историю на днях рассказали журналисты. Два года назад она купила элитный внедорожник Кадиллак Эскалейд с литовскими номерами. Однако вскоре ее остановили полицейские, машину отвезли на таможню и выписали женщине рекордный штраф 3 миллиона 600 тысяч гривен за езду на нерастаможенном авто. Сейчас машина на штрафплощадке, а Светлана пытается доказать свою правоту в суде. Сегодня в государственной фискальной службе отчитались об очередном ЧП. Гражданина Литвы, который вез в Украину Мерседес, оштрафовали на 3 миллиона 300 тысяч гривен. Оказалось, что у него есть и украинский паспорт, да и живет владелец авто постоянно в Украине. А значит, возить машину без растаможки права не имеет. На защиту евробляхеров стал губернатор Закарпатия Геннадий Маскаль. На днях он разрешил всем водителям таких машин с местной пропиской ездить по области в течение одного года без растаможки. Я перекладывался на Конституцию и перекладывался на то, что тот же пленум Верховного Суда каже, если есть закон Украины и есть международный правовый документ, который соперечит закону Украины, но он ратификованный Верховной Радой Украины как Стамбульская конвенция, то он имеет наивысшую силу. Государственные фискальные службы такому удивились и уточнили, решение носит сугубо рекомендательный характер, но юристы уверены, теперь перекупщиков станет еще больше. Я думаю, что там народные умильцы, которые захочут на этом зложить, они будут ехать в Закарпатскую область, отримать так называемую прописку. Митницы будут слать протоколы про порушение митных правил и, конечно, громадянин будут скажут это все в судах. И у нас будут суды завантажены еще большую кількость справ про порушение митных правил. Дел уже немало. В последнее время новостей о крупных штрафах для владельца в авто с евро-номерами все больше. Штраф на полтора миллиона гривен в Черкасах, 400 тысяч в Киеве, на 600 тысяч в Одессе. Во всех этих случаях машинами с литовскими или польскими номерами украинцы управляли по доверенности. А значит, штрафы незаконные, уверен юрист. Иван-юрист фирмы, занимающийся ввозом в Украину авто с евро-номерами, оформленными на иностранные фирмы. Продавцов блях на рынках коллегами не считают. Уверен, завозить по доверенности нельзя, ведь в случае ДТП такой водитель может просто сбежать. И кто был за рулем, ни полиция, ни таможня не установят. Внести ясность ситуацию с евро-номерами может Верховная Рада. Там лежат уже 23 закона проекта о полной или частичной легализации бляхеров. Но вот в ассоциации автоимпортеров уверены, принимать их не станут, ведь в бляхе прибыльный бизнес. За свои услуги перекупщики берут не менее тысячи евро. Активисты говорят, что 2,5 миллиона автомобилей. Умножьте, даже по минимуму взять тысячу евро на 2,5 миллиона украинцев. Это украинцы за прошлый год или за этот выдали налом 2,5 миллиарда евро. Почти 80 миллиардов гривен. И заплатили не за машины, а заплатили за услуги. Да за эти деньги полу Верховной Рады можно купить. И тогда мы удивляемся, почему нам не уменьшают налоги. Вместо легализации в ассоциации предлагают отменить налоги за растаможку всех авто. Я категорический противник каких-то игр и легализации именно евроблях. Но я сторонник отмены или значительного уменьшения налогов на импорт автомобилей и на новое, и на БУ. Но для всех украинцев. То есть сделать не 10%, как сейчас, а нулевую пошлину. Пока все спорят, что же делать. Из-за бума евро номеров Украина уже рискует приобрести дурную славу. Власти Литвы на днях пообещали начать расследование, как у нас оказались почти 60 тысяч машин с литовскими номерами. А в немецком городе Галле правоохранители задержали трех чиновниц, которые занимались занижением возраста автомобилей, предназначенных для продажи в Украине. Алексей Пшемыский, Сергей Ведмить, подробности недели, телеканал Интер. И сегодня же в Харькове под зданием местной налоговой на митинг протеста собрались несколько десятков владельцев евроблях. Активисты гражданского объединения Автоевросилы выступают против первых судебных решений о штрафах за них. Подобные митинги обещают и по всей стране. Зима близко, но не для чиновников. Кто виноват в проблемном старте отопительного сезона? И есть ли у населения шанс на потепление батарей? Игра престолов. Зачем в Саудовской Аравии устроили зачистку принцев? И не обвалит ли цену на нефть эта королевская охота? Вы смотрите подробности недели с Алексеем Лихманом. Мы возвращаемся в прямой эфир. И продолжаем наш с вами разговор о евробляхах. Итак, когда депутатов ждать решение по этому вопросу, и каким оно может быть? Обсудим с Татьяной Остриковой, членом парламентского комитета по налоговой и таможенной политике, который как раз и занимается подготовкой компромиссного законопроекта. Так ведь, Татьяна? Здравствуйте. Добрый вечер. Действительно, в комитете ведется работа. Эта работа уже досить тривала. Вже близко року мы решаем проблему с тем, что делать с машинами на евро номерах, так называемыми, количество которых увеличивается и увеличивается. ДФС оприлюднила статистику, что станом на вересень таких машин в Украине было близко 167 тысяч. Самые властники говорят, что их есть больше. Мне кажется, в Киеве их больше, чем 167 тысяч. Проблема подрахунку возникает через то, что государство не ведет контроль за этими машинами. Никто достеменно не может сказать, сколько их на самом деле есть в Украине. И сам в этом поляга основная проблема. Потому что, когда ученые ДТП, очень часто властники таких машин просто кидают ключи або возникают из места пригоди. И, соответственно, полиция не имеет возможности установить, кто же винуватец и кто за подъявцей в эти збитки, и, соответственно, не имеет механизму потом их подальшого стягива. Но давайте разберемся, почему так стало. Ланос будет коштувати как вживанный Мерседес в Европе. Украинцы будут шукать шпарини в законодавстве для того, чтобы все же таки придбать доступное авто. Наша держава ввела в свое время протекционистские заходы на поддержку того, чтобы развивался национальный производитель. Однако за больше чем 25 лет, на жаль, наш автопром не спромехся довести, что он способен задовольнити попит населення на доступные автомобили. Поэтому держава на своем уровне должна изменить державную политику в автомобилебудувание и поддержку автомобильного рынка. Мы должны признать, что у нас нет автопрому. За этот год всего лишь вироблено в Украине близко 1000 машин. Из них легковых близко 10%. Это в жодном разе не может задовольнити попит украинцев доступных машин. Поэтому мы должны вернуться до практики Европы, когда такие государства, как Словачия, Польша, Литва, Латвия. Почему эти машины идут до нас именно из этих стран? Потому что там низкое податковое навантажение. Ци страны решили для себя, что их население будет обновлять автопарк за счет импортных авто. Но в нас существует для этого две перешкоды. Первая перешкода это своего времени пролоббированные изменения в законодательстве, которые не позволяют завозить сюда машины и разместить, которые старше стандарту не отвечают стандарту Евро-5. Фактически это машины старше 2010 года производства. Мы должны от этого отмотиться. Можливо переглянуть, снизить порог, например, сказать, что... Это прописывается сейчас в законопроекте? Правильно? Саме так. Мы хотим трошки посунуть стандарт и сказать, что мы надеем нашим гражданам право завозить сюда машины, например, не старше 2002-2005 года производства. Это первая позиция, которая как раз и сприяет тому, что завозят без размытнения на европейских номерах. Другая позиция это за высокое податковое навантажение. Если мы возьмем акциз и мито, это величезные суммы, которые нужно платить при размытении. Я могу навести приклад. Например, машина Volkswagen Golf коштует 8000 евро. Акциз на ней складатиме 2628 приблизно евро. Візнамиту 728. Сумма размытненного авто плюс ПДВШ 20%. Сумма размытненного авто будет становить больше 13000 евро. Это, конечно, така сумма. Майже половину податков вы сплачете. Поэтому и украинцы и шукают эти шпарини. А как же им в новом законопроекте на сколько изменится эта сумма? Саме так. Рік тому Верховна Рада ухвалила законопроект закон 1389 щодо пильгового размытнения авто не старше 2010 року виробництва. И за за этим законом акциз уже становитиме 427 евро ввязнам 727. Это существенно меньше, конечно. действительно снижение акцизов до 28 разов. Я здесь могу точно сказать, что каждый украинец поддерживает этот законопроект, но что делать сейчас владельцам евроблях, которые сейчас уже катаются по Украине? Что с ним? Треба розуміти, что для того, чтобы их легализовать, они должны выехать, потому что они на сегодняшний день не имеют документов, которые позволят им встать на украинский облик и размытить машину. Они не имеют договор о купиве-продаже, оскільки они завозят авто или в режиме транзита, или в режиме тимчасового ввезения, когда авто завозится нерезидентом и граждане Украине передается просто в использование. Татьяна, вы понимаете, что половина из них не въедет из-за плохого состояния их автотранспортных средств? И чего ждать тогда? Вот сегодня в Харькове уже первый звоночек. Снова они вышли на улицу. Возможно, снова вернутся под стены ради. Что с этим будут делать политики? Я переконана, что решить проблему системно нужно только снижением загального податкового навантажения на импортные машины. Только в этом разе мы усунем причину, а не наследок. Эти все граждане, которые сюда заехали, когда ухваливается закон о снижении акцизов абсолютно для всех машин, они выезжают, заезжают, размытнуются за новыми правилами по сниженным акцизам и далее машина стоит на украинский облик, держава их контролирует. Посмотрим, насколько безболезненно получится у власти и политиков решить этот вопрос. Спасибо, Татьяна Острикова отвечала на мои вопросы. Спасибо, Таня, что присоединились к нашему эфиру. До новых встреч. Кто только не требовал от Украины проверять электронные декларации. И Вашингтон, и Брюссель, и МВФ, практически все западные дипломаты, которые работают в Киеве. Но типичная для нашей страны история. Мало того, что даже систему для автоматической проверки деклараций за год так и не создали, еще и выяснить не могут, кто в стране настоящий антикоррупционер. Агентство по предотвращению коррупции спорит с НАБУ. Детективы Артема Сытника подозревают главу агентства в конфликте интересов. Антикоррупционная прокуратура заявляет, что неправы все. Но как тот лестник из анекдота, порядок навести все равно не может. Ну, а сами коррупционеры поживут припевающе. Продолжить тему Инна Томина. За эти деньги можно было бы отремонтировать сотни ободранных больниц или проложить километры новых дорог вместо разбитых трасс. Но нет, миллиарды гривен проходят мимо казны, оседая на частных счетах и превращаются в чьи-то яхты, усадьбы и автопарки. Каждый год Украина теряет колоссальные суммы из-за коррупции. Причем солидная часть этих денег тихо покоится в декларациях чиновников. Но на ПК их там не видит. Тут вызывает вопрос работы на ЗК, который в этом смысле не работает, не хочет работать, не хочет проводить соответствующие экспертизы. За год показательной борьбы с коррупцией декларации подали больше миллиона должностных лиц. Первая волна осенью прошлого года стала девятым валом. И буквально смела все остальные новости в мировых и украинских СМИ. Все завороженно смотрели на тонны налички, дома и дачи, коллекции оружия, картин и вин наших отечественных слуг народа. Журналисты составляли рейтинги самых богатых и бедных избранников, считали их движимое и недвижимое имущество. Сбережений насчитали почти на 26 миллиардов гривен. Для пущей наглядности загружали депутатский и чиновничий кэш в бочки и складывали в башни. Горы гривен показали, люди повозмущались. Прошел год, но масштабных расследований нет. А процесс проверки декларации сопровождался постоянными техническими сбоями. Борцы с коррупцией ссорились и между собой, и с властью. Вы сядьте и сделайте свою работу. Мы делаем свою работу. Я вижу, вы сами не способны организовать работу вашего сайта. Я считаю, что это вопрос не политической атаки сейчас, что происходит. Это просто профессиональная непредатность. Что с этим делать, я уже сказал. Забрались вместе и пошли в отставку. Нет, я не буду уходить в отставку. И с полутора миллиона электронных деклараций чиновников в реестре агентство за год успело проверить меньше сотни. Фронт работы большой, а бойцов мало жалуются в НАПК. В НАПК жалуются и на нехватку руки, на несовершенную систему, и на плохую координацию работы с коллегами. При этом не устают выяснять отношения между собой. Со скрипами и нагрузками в выходные полную проверку некоторых деклараций сотрудники на ПК таки завершают. Речь идет о доходах президента, правительства, нескольких судей и меньше десятка депутатов. НАЗК работает с чрезвычайно низкой эффективностью. За это время они проверили только 81 декларацию, из которых они только в 7 нашли признаки недостоверных данных, а признаков незаконного обогащения, то, ради чего это все создавалось, не нашли, не увидели. По итогу, вместо действенной борьбы с коррупционерами есть только политическое шоу и потраченные на работу на ПК деньги из госбюджета. Пока будет такая законодательство, мы будем постепенно чути, что кто-то заработал гроши десятки миллионов гривен, подающие ялинки, кто-то таксовал, кто-то наследство бабушки отримал, кто-то выиграл лотерею. И тут нужно просто менять механизмы проверки. Должная проверка декларации это условия ЕС для получения страной в конце года третьего транша макрофинансовой помощи. Но похоже, до декабря чуда не будет. Автоматическую проверку запустить никак не получается. Загвоздка еще в том, что сама система электронных деклараций не принадлежит администрированию на ЗК. Администрированием занимаются специальные украинские системы, которые могут тоже некие внешние факторы сюда привносить в этот процесс. А без автоматизированной системы проверки деклараций обречены на провал. Ведь с такими объемами хендмейт не справится. А на пороге очередная волна деклараций. Ведь с нового года к полутора миллионам непроверенных документов добавятся отчеты о нажитом добре за этот год. С новыми яхтами, домами и картинами. Инна Томина и Вячеслав Фролов подробности недели телеканал Интер. И вот очередная новость о противостоянии НАБУ и нацагентства по декларациям. Детективы бюро пришли с обыском к свекрови Натальи Корчак. Сама она сейчас выехала на место событий. Но проблемы не только у НПК. Под угрозой теперь и работа генпрокуратуры. В этом ведомстве с ужасом ожидают 21 ноября. С этого дня не подследственны НАБУ. Сейчас этими делами занимается прокуратура. И в принципе идея создания нового бюро была неплохой. Разделить прокуратуру и следствие чтобы сделать расследование по-настоящему независимыми. Вот только создание нового органа тянется уже несколько лет. Для Госбюро расследований уже и профильный закон приняли. И принципы отбора кадров утвердили. И деньги в госбюджете предусмотрели. Но не смогли и первого руководителя Госбюро выбрать и собственно начать работу. Теперь генеральный прокурор должен передавать расследование фактически в пустоту. Мы можем продолжить расследовать старые справы, но новые справы, в том числе по коррупции средней и нижней реланки коррупционеров на своих посадах мы не можем расследовать. Уже поздно говорить о том, что можно створить ДБР, потому что близко года это говорить марно. Даже если в ближайшие дни будет выбран глава этой институции, набор персонала затягнется не меньше на рік. Мы расследовали эту ситуацию, а также ряд других новаций нещодавно принят законодавцами. У меня действительно складывается впечатление, что кто ставит над нами эксперимент. С одной стороны закликает к борьбе с коррупцией и в обвиняют и в существующих промахах, и в неисснующих проблемах, а с другого боку делают их возможности все меньше и меньше. А теперь представьте, если агентство по предотвращению коррупции фактически не работает, хотя и создано уже давно, если госбюро расследований до сих пор остается даже без руководителя и вполне возможно, что не заработает нормально и в следующем году, то сколько времени понадобится для запуска антикоррупционного суда, даже если депутаты успеют принять до конца года соответствующий закон. Кстати, на этой неделе Верховной Раде не хватило голосов даже для того, чтобы отозвать законопроект уже раскритикованный Венецианской комиссией. А вот, например, в Саудовской Аравии все гораздо проще. Антикоррупционная борьба в этой стране за считанные дни закрутилась так, что весь мир наблюдает за ней с нескрываемым удивлением. Задержали уже почти 200 топ-чиновников. Среди них и принцы, и министры. Арестованы активы на сотни миллиардов долларов. Следственный изолятор пришлось превратить даже одну из самых роскошных гостиниц. Ну, действительно, не повезет же принцев исправящей династии в обычную тюрьму. Происходящее уже называют революцией сверху. Да, и на таком фоне растет цена нефти уже выше 60 долларов за баррель. Чем все это может закончиться, выяснял Сергей Ауслендер. Неспокойно в Саудовском королевстве. Казавшаяся незыблемой самая известная монархия Ближнего Востока зашаталась. Арестованы 11 принцев, десятки бывших и действующих министров. По слухам, один из членов королевской фамилии и вовсе убит при задержании. Компанию ведет Национальный антикоррупционный комитет, который обладает чрезвычайными полномочиями расследовать, арестовывать, а также отслеживать и замораживать счета лиц, причастных к финансовым махинациям. Скандал разразился настолько громкий, что даже в Вашингтоне стали его активно комментировать. Мы продолжаем поощрять власти Саудовской Аравии к преследованию лиц, которые, по их мнению, были коррумпированными чиновниками. Мы ожидаем, что это произойдет на справедливой и прозрачной основе. Акции саудовских компаний сразу обрушились на биржи. Заволновались бизнесмены, которые за последние десятилетия вложили в королевство сотни миллиардов, а тут явно пахнет революцией. А это самое страшное для любого инвестора. Впрочем, экономисты пока сохраняют оптимизм, мол, борьба с коррупцией для бизнеса только хорошо. Мы видели подобное в Китае в 2015 году. И глобальный банковский сектор вообще не пострадал. А китайская экономика в 16 раз больше саудовской. И в Китае была массовая война с коррупцией, которую инициировала коммунистическая партия. Поэтому мы не можем говорить, что это повлияет на экономику. Рост ВВП в Китае продолжается на уровне 7%. То же мы пытаемся реализовать и здесь. Затеял всю эту революцию наследник престола Мухаммед бин Салман. Он долго жил на Западе и, вероятно, там пропитался идеями реформизма и борьбы с коррупцией. Его отец, король Салман, само устранился от власти, передав полномочия сыну, и тот взялся за дело с истинно королевским размахом. Он фактически вошел в роль и сейчас начал властвовать еще не дожидаясь кончины своего отца, короля Салмана. Это и политические чистки. Можно назвать их смело так, потому что среди тех принцев, которые были арестованы, безусловно, есть очень богатые люди, очень влиятельные люди, но среди них есть и немало его собственных критиков, которые критиковали его, в том числе и за не очень удачную войну в Йемене, и за другие моменты, которые сейчас немножко омрачают жизнь Саудовской Аравии, как то, например, падение Саудовского Реала. Справедливости ради надо сказать, что обращаются с арестованными по-королевски, держат фактически под домашним арестом в пятизвездочном отеле, кормят хорошо, обслуживают с почтением, но зато готовят конфискацию имущества. Состояние одного из фигурантов, принца Аль-Валида Бин Талаля, оценивают в 20 миллиардов долларов, остальные ненамного беднее. Общая стоимость их активов достигает астрономических 800 миллиардов. Куда приведет эта борьба с коррупцией, можно лишь гадать. Все-таки речь не идет о западной демократии, со свободной прессой, независимым судом и прокуратурой. Это ближневосточная монархия, где слово и воля одного человека могут решить судьбу целой страны. Саудовская Аравия это бензоколонка планеты сейчас на перепутье. Война с еменскими повстанцами, которой не видно конца, фактически состояние войны с шиитским Ираном едва ли не главным врагом саудитов и экономические неурядицы. Так что перестройка, которую затеял наследный принц Мохаммед бин Салам может стать для страны настоящим благословением, а может и страшным потрясением. Сергей Услендер подробности недели Ближневосточное бюро телеканала Интер. Как обойтись без новых потрясений и даже ядерной войны в Азии? Ответ на этот вопрос всю неделю ищет Дональд Трамп. Он уже успел побывать в Японии, Южной Корее и Китае. Сегодня президент США на саммите АТЭС во Вьетнаме. Главная тема всех переговоров, конечно, Северная Корея. Трамп призывает азиатских союзников и Пекин усилить давление на Пхеньян. Впрочем, каких-то конкретных результатов ему достичь пока не удалось. Да и вообще, новости из Турне в основном формальные. Трамп, конечно, отчитывается о заключении новых контрактов на десятки миллиардов долларов. Особенно внушительно звучат заявления из Китая. Речь идет аж о 250 миллиардах. Но на сегодняшний день еще нельзя оценить. Действительно ли это конкретные договоры либо просто декларация о намерениях. Наблюдатели ждали гораздо более серьезных новостей из Вьетнама. Здесь собрались все ключевые лидеры Азиатско-Тихоокеанского региона. В том числе и Владимир Путин, с которым у Трампа, как сообщали многие СМИ, вполне возможна встреча. Да и сам американский президент говорил, что хотел бы побеседовать с российским коллегой. Тем не менее, в итоге лидеры только обменялись рукопожатием, а переговоры не состоялись. Из Вьетнама Трамп отправится на Филиппины. Ну а в самой Америке это турне уже стало поводом для злых шуток. Мол, президент прогуливает годовщину своего избрания и просто старается держать хорошую мину при плохой игре за счет победных сообщений о новых многомиллиардных сделках в Азии. В США дела Трампа идут неважно. Выполнение ключевых обещаний тормозит Конгресс. Кадровый кризис так и не закончился, рейтинг снижается. И это только за первый год. Чего ждать дальше? Ответ искал Дмитрий Анопченко. Их немного, но они все равно вышли на улицы в разных городах Америки в годовщину президентских выборов. Нью-Йорк и Лос-Анджелес, Чикаго и Вашингтон те же лозунги и те же аргументы, что и осенью 16-го. Честно говоря, со всем, что он делает, я никогда не могу согласиться. За год все только хуже стало. Столько проблем, которых не было бы, если бы Трамп не пришел во власть. Самое удивительное, что этим годом недоволен и сам Дональд Трамп, но только совсем по другой причине. 2016-й. Ввязавшись в выборы, но еще будучи не политиком, а бизнесменом и шоуменом, он знал наверняка, стоит возглавить какую-либо фирму и ты проведешь любые реформы, разве что совет директоров ломать придется. С этими же амбициями пришел к руководству страной, но оказалось, не все могут короли. Весь этот год, из которых Трампу власти всего-то 10 месяцев, Конгресс постоянно перетягивает одеяло на себя. И фактически ни одно из громких обещаний пока реализовать так и не дали. Два момента должны серьезно насторожить Дональда Трампа. Первые правила игры сейчас совсем другие, чем когда он был кандидатом и занимался бизнесом. И второе, та охота, которую на него развернули в поисках зарубежного влияния. И действительно насторожили. Часть начинаний, в том числе и обещанную перезагрузку с Россией команда попросила не педалировать молниевремя. Другую часть открыто тормозит Конгресс. И это если не брать в расчет обещания, которые изначально звучали нереально. Одно из них Великая Мексиканская стена. 4 метра в высоту, полторы тысячи километров в длину, да еще и за счет самой Мексики. Я хочу построить стену. Нам нужна стена, пограничники, миграционная служба. Все они хотят стену. Мы остановим наркотики, мы укрепим границу. Но все, что реально смогли построить за целый год, это всего лишь несколько фрагментов в районе Сан-Диего. Да и то, для того, чтобы правильный проект выбрать, финансировать придется из своего бюджета. И еще из ключевых обещаний остановить наплыв мигрантов. Террористические атаки на нашу страну возможны исключительно из-за прозрачной иммиграционной системы, которая не способна отобрать и проверить людей, приезжающих в США. Тогда, в 2016, для многих, особенно в пограничных штатах, это был серьезнейший аргумент, чтобы голосовать за Трампа. Но год спустя иммиграционный бан президента, хоть он честно и подписал указ об ограничениях для мигрантов, так и остался на бумаге. Начинание блокировали через суды. Фраза, брошенная Клинтон, ты будешь сидеть в тюрьме, тоже так и осталась лишь частью предвыборной риторики. Отмена Обамы, КР, налоговая реформа, все это было ключевым для Трампа, и все зависло. Как из-за его противников, демократов, так и из-за однопартийцев, республиканцев, Успех каждого из обещаний зависит от того, сможет ли президент договориться с элитой. Год спустя стало понятно, общего языка нет. А рейтинг доверия по-прежнему низкий. Но что удивительно, сторонники Дональда Трампа в нем так и не разочаровались. В годовщину президентских выборов авторитетное издание политика провело социологический опрос среди тех, кто осенью прошлого года голосовал за Трампа. Так вот выяснилось, свыше 80% опрошенных сказали социологам, что случись выборы сегодня, они снова проголосовали бы за того же кандидата. Лишь 7% опрошенных сказали, что разочаровались в Трампе и выбрали бы другого президента. И еще одна очень важная цифра, на которую стоит обратить внимание. Двое из каждых трех опрошенных признали социологам, что на выборах 2020 года они снова намерены голосовать за Дональда Трампа. В городке Клинтон, штат Арканзас. Несмотря на название, за Хиллари почти никто не голосовал. Все поддержали Трампа. Тут издавна заведено. По понедельникам местные мужчины собираются, чтобы поговорить о делах и о политике. Обсуждают и президента. И то, что в Вашингтоне кажется дурным тоном, в глубинке воспринимают на ура. Он говорит, что в голову придет и не волнуется, что его не любят. И мне это нравится. Обама напринимал когда-то дурацких правил, которые Трамп теперь отменил. Я коров каждый день выпасаю у реки. Лишь теперь не боюсь, что меня копы загребут за мнимые нарушения. Клинтонцы признаются, хотели бы, чтобы перемен в стране стало больше. Но многое готовы простить Трампу хотя бы за то, что он обещает не руководить всем миром, а поставить интересы американцев на первое место. Я хочу, чтобы весь насквозь коррумпированный вашингтонский истеблишмент услышал то, что я сейчас скажу. Когда я выиграю выборы, я осушу это болото. Пока не вышло. И это, пожалуй, главное разочарование для самого президента в годовщину его победы. Страна не корпорация. И Трамп столкнулся с чудовищной нехваткой кадров. Тысячи бюрократов остались в своих кабинетах от Обамы и не спешат выполнять команды из Белого дома. Так и живут, тянут страну в разные стороны. Но времени на раскачку больше нет, ведь прошел целый год, которым недовольны ни Америка, ни человек, который ее возглавил. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Уже в понедельник в Белграде новая встреча спецпредставителя США Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым. Это очередной раунд переговоров, которые должны приблизить решения по направлению миротворцев ООН на оккупированную часть Донбасса. Пока россияне не соглашаются с теми вариантами, которые предлагают Украина и западные страны. Впрочем, Курт Волкер считает, что сама готовность Москвы вести переговоры по этому вопросу означает, что компромиссное решение может быть найдено. И, кстати, сегодня со ссылкой на дипломатические источники в американских СМИ появились сообщения о том, что в ближайшее время американцы готовятся представить план размещения на Донбассе 20 тысяч миротворцев ООН. Что это может быть за планы? Каким может быть компромиссное решение по миротворцам? Обсудим с Павлом Климкиным, министром иностранных дел Украины. Он сегодня гость нашей программы. За что вам спасибо, Павел. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вы думаете, чего можно ждать от встречи Волкера и Суркова? Какие-то конкретные результаты могут быть на ней достигнуты? Что касается 20 тысяч в понедельник, то до этого я ставлюсь, скорее всего, очень обережно, если не сказать скептично. Я несколько часов разговаривал с Куртом, мы погодили основные параметры нашей оппозиции. У нас фактически готовый текст резолюции, наш проект. Я имею на увазе наш, оскільки это и Соединенные Штаты, и Немеччина, и Франция, и работаем с Великой Британией, с очень четкой логикой. И основное, конечно, это вся территория окупована, и кордон. И, конечно, безопасность до момента, когда мы можем начать подготовку до перехватного периода. С этим пока что очень тяжело. Конечно, Россия будет дальше играть. Вы только что рассказали про саммит АТС в Ханою, где не произошла встреча между президентами США и России. По других вопросам, я думаю, что нет, чего много обговорювати, поэтому будем последовательно просуватися дальше. Мы знаем основные элементы нашей позиции. Мы имеем план, каким образом тиснуть дальше. Ну, а, звичайно, питание часовых рамок будем удивиться. Вы, в принципе, уже ответили на мой следующий вопрос, но я все-таки уточню. Правильно ли я понял из вашего ответа, что информация, которая тиражировалась в СМИ, о том, что якобы Америка давит на нас, чтобы мы работали по российскому сценарию и не готовили альтернативной, это неправда. Нет, за выяснением не. По-перше, мы работаем за нашей логикой. У нас есть спильный проект. У нас есть полная позиция, что нам нужно. Это не выяснение оцей российской колонии и российского протектората. Логика, что может сделать мандат. Вот на дипломатичном жаргоне это мандат будущей миротворческой эмиссии. Включая, конечно, контроль, включая безопасность, включая разборование. Это география, вся территория и, конечно, кордон. Без кордона это вообще сенсу нет. Тому тиску тиск может быть на Россию. Понятно. Хорошо. Как вы оцениваете вот эти новости о 20 тысячах миротворцев и план, который американцы могут подать в ближайшее время? Ну, по-перше, мы разговариваем, звичайно, и про колькос, разговариваем про склад, и там за выяснением не может быть российских войск. Мы будем очень осторожно до того подходить, чтобы и тех, кого Россия может использовать там, за выяснением не опинился. Что до колькости, вот я скажу, может, такую речь контриверсийную, это не главное. Главное это прикрытый кордон, это означает, что российские войска и найманцы выходят, и тогда мы выяснимся, каким образом контролировать эффективную окупованную территорию. возможно, я прослушал, все-таки, вот информация о 20 тысячах миротворцев, это правда или нет? Слушайте, снова-таки, ну, давайте не будем заниматься спекуляциями. У нас есть план, сколько нужно, и композиция. Будем обговорить это дещо позже. И это же зависит от того, че просунемо мы логику цели резолюции, раз, два, три, а потом начинаем говорить про инше. Что касается колькости, что касается логики, могу сказать, разговариваются, и у нас есть четкая позиция, сколько нужно, чтобы держать весь Донбасс. В очередной раз в этой студии я... Я скажу за... Я скажу пять, або я скажу пятьдесят, потом мне скажут, а чему ты сказав пять, а чему ты сказав пятьдесят. Тобто у нас есть план. Я к тебе сможу сказать и больше, обовязково скажу. Хорошо, смотрите, на следующей неделе в Украину должен приехать новый помощник госсекретаря США по делам Европы и Азии Уэс Митчелл. Чего ждать от этой встречи? И вот не будет ли он заниматься теми же вопросами, что и Волкер, и не будет ли потом конфликта интересов, недопонимания какого-то вот пробуксовки? Не-не, совсем не. Ну, по-перше, у них есть распредел праці, если хотите. Курт и далее будет заниматься Донбассом в основном. А ВЭС будет заниматься всем комплексом украинско-американских отношений. И мы же имеем еще дуже много вопросов. Мы имеем вопросы как нам дальше поддерживать реформы в Украине. Мы имеем військово-техническую співпрацию, мы имеем безопасную співпрацию, мы имеем очень много вопросов. Ну, и, до речи, я говорил с ним минулого неделя, это вопрос окупованного Крыма, это вопрос о резолюции, которая будет голосовать в ближайшее время. Это очень много важных вопросов. Таким причинам между Куртом и ВС никаких проблем в будущем и сейчас не будет возникать. Хорошо, с этим разобрались. Давайте теперь разберемся с еще одной темой, которую точно нельзя обойти вниманием при разговоре с министром иностранных дел. Теперь и Польша в конфликте с Украиной. Эта страна присоединилась в группе других восточноевропейских государств, которыми мы уже в ссоре. Началось все с Венгрии, нового украинского закона об образовании. Венгров не устраивает норма, которая позволяет представителям нацминшин стучиться на родном языке только в начальных классах. Возмущение Будапешта поддержали в Румынии, Болгарии и Молдове. Следующая проблемная страна Сербия. С ней поругались из-за высказываний украинского посла и не то, чтобы посол делал какие-то неправдивые заявления, наоборот, даже слишком правдивые для Белграда, о том, что Сербия слишком мало усилий предпринимает, чтобы не допустить своих граждан в ряды боевиков на Донбассе. Пока Белград отозвал из Киева своего посла для консультации. И вот Польша. Тут разгорелся конфликт на исторической почве. Украинские и польские историки и политики давно обстреливают друг друга обвинениями. Поляков не устраивает большое внимание к теме УПА в нашей стране и героизации украинских националистов, а украинцы возмущены заигрыванием польских националистов с тематикой волынской резни. Дошло уже даже до того, что польские власти объявили персоной Нонграда Владимира Ветровича, директора Украинского Института национальной памяти. Так получилось, что для поляков именно Ветрович олицетворяет собой новую жесткую историческую линию в Украине. Мол, на уступки идти не будем, и если поляки не хотят сотрудничать с Украинским Институтом нацпамяти, то и мы сотрудничество с ними прекратим. Скандал уже вышел на такой уровень, что Петр Порошенко даже предложил провести заседание консультационного комитета президентов Украины и Польши. Продолжаем разговор с Павлом Климкиным, министром иностранных дел Украины. Павел, скажите, вот вы можете подтвердить, что директор Украинского Института национальной памяти Владимир Ветрович действительно теперь не въездной в Польшу? Ну, по-перше, польская сторона нам этого не подтверждает. Мы пытались заявить в Министерстве закордонных справ Польши. Я могу сказать из своего понимания, что происходит, польская сторона пытается расследовать примирение как какую-то политику. Для меня примирение и в Святом Письме так сказано, до речи, Иоанн Павло II, який, я вважаю, ну, не знаю, набережно найвідоміша польская постать в истории. Він же ж казав «вибачайте и отримайте вибачение». Для меня примирение – это про людей, а не про политиков и про интересы. И в историческом минулому нема белых и пухнастых, знаете, и нема кого-то, кого намагаются намалювать так, как кому-то хочется в Варшаве. Такого не бывает. И, до речи, давайте сгадаем историю. Когда кто-то пытался доминировать, еще с 15-ти, что Вообще не кажется, в последнее время, что у нас слишком как-то скандализировались отношения с нашими соседями? Вот кто в этом виноват? Ну смотрите, список уже достаточно внушительный. Венгрия, Румыния, Польша, Сербия. Она, конечно, не член Евросоюза. Давайте не мешать грешным справедным. По-перше, у нас нет реальных проблем с Румунией. Мы понимаем, куда мы дальше движемся, что до закону про освобождение. Что до Сербии, ну, конечно, правда, она иногда не очень приятная. Но, тем не менее, есть сербские найманцы, которые воюют. И Сербия принимает делегации с окупованного Крыма. Можем над этим работать. Но это не значит, что у нас есть какие-то проблемы в наших партнерских отношениях. Что до Угорщины, это совсем иное. Угорщина нас понимает, но не хочет нас слышать абсолютно осознанно. Выходя из своего внутреннего порядка Денного. Она, на самом деле, должна быть заинтересована, чтобы мы турбировались про угорцев. И мы хотим про них турбироваться. Мы должны им открыть свое будущее. А как без украинского языка? Как они будут вступать в украинские университеты? На государственную службу? И ты в политике? Я когда-то спросил угорского министра, вот ты выявляешь, а какой-то министр, например, министр закордонных справ Украины, может им стать угорицем? Он говорит, что нет. Я говорю, а может быть так, чтобы у украинского гражданина, неважно какого похода, не было шансов в жизни? Ну что ж, хорошо. Будем надеяться, что все-таки это еще не разбитые горшки, да, со всеми этими странами. Ну, может быть, какие-то там сколы на чашках. Терпение вам и дипломатичность ее вам не занимать в вашей нелегкой работе. Спасибо. Павел Клинкин, министр иностранных дел Украины, был нашим гостем. Мы продолжаем наш выпуск новостями с передовой. Фронтовая жизнь на Донбассе сейчас это жизнь под постоянными обстрелами. Причем и из настоящих пушек, и из пропагандистских орудий. На информационном фронте враг атак не ослабляет. И очередное доказательство тому было на этой неделе. Боевики в районе Донецка обстреляли позиции украинских военных и мирные кварталы на оккупированной территории. При этом обвинили в артнолете нашу армию. Ирина Баглай провела целое расследование и развенчала очередную ложь боевиков. О массированной атаке пропаганды и ее методах посмотрите далее. Огонь! Вечером 5 ноября боевики выпускают кассеты из Града в сторону Авдеевки и Опытного, подконтрольных Украине. Жуткий звук ракет сразу узнают жители расстрелянных окраин. Здесь очень сильные два взрыва было. Такие над домами пролетали. Грады, наверное, шелестели. Облаки поднимались черные, там метров на 50 вверх. Но основной удар вражеского обстрела пришелся на позиции украинских военных. Было порядка шести налетов огневых. Порядка шести налетов залпов. Были по 8-10 снарядов одночасно. Потом 10-15 минут перерва, потом снова. Я так понимаю, что, наверное, где сидел корректировщик. Корректировщиков засекли на цементном заводе в поселке Спартак на окраине Донецка. Куча щебня и песка. Так как 20 вагонов пробить нельзя достать нельзя. Два человека, которые корректируют огонь. Залп прошел, они пока перезаряжаются, люди прячутся. Стреляя из орудий, боевики одновременно открывают огонь из пропагандистских пушек. Сперва обстрел маскируют под якобы взрывающиеся боеприпасы на складе ВСУ в районе прифронтового опытного. Затем калибром лжи покрупнее. Стреляют кремлевские вести РУ, обвиняют во всем украинскую армию и по традиции приплетают сюда гибель ребенка. Но тут у пропагандистов произошел сбой. Пока СМИ раскручивают эту тему, сами же российские военные и боевики отрицают смерть из-за обстрела. Причиной взрыва, по предварительным данным, стал неразорвавшийся боеприпас, который был на этой детской площади. Взрыв произошел в результате неосторожного обращения с неизвестным предметом. Коробочкой, которую нашли ребята, пытались открыть. Ничего не получилось. В итоге они бросили у нее камни, и она взорвалась. Вот это место, позиция под истиноватской розыской, на которой днем и ночью не прекращается огонь. Артиллерия боевиков работала из нескольких точек. Несмотря на постоянный прицельный огонь, по наблюдательным позициям наших пехотинцев, военным удается зафиксировать, откуда стреляют. Арта работает, получается, на въезде в Донецк, в жилые районы. О том, что в захваченные Донецк истиноватую зашли две батареи самоходных арт-установок «Гвоздика» и «Шесть градов», за несколько дней до этого сообщает украинская разведка и подтверждает ОБСЕ. Отработав по позициям, боевики переходят на меньший калибр и разворачивают минометы на Донецк. Это их обычная тактика к гибридной войне. Здравствуйте, это программа «Стопфейк» в студии Руслан Дениченко. Мы пытаемся помочь вам разобраться, кто и зачем врет с экранов телевизоров и как отличить правду от лжи в газетах и журналах. Вранье российских СМИ – это профиль организации «Стопфейк». Тут работают журналисты, преподаватели и выпускники Киево-Могилянской академии. С 2014 года на их счету сотни разоблачений. Это и факты наглого вранья, вроде распятых мальчиков и снегирей, и циничные артобстрелы, в которых обвиняют украинскую сторону. Мы за допомогой телевидения установили, что это были обстрелы не украинских войсковых, а вот, например, дом на Куйбышево в Донецке. По характеру отваров мы установили, что это были обстрелы с танка и установили, что отстань, с которого ввелся этот обстрел. И это было именно с территории, которая контролировалась сепаратистами. Орудия боевиков остаются и в этот раз скрытыми от глаз местных жителей, но не от их ушей. Вот что пишет во время обстрела житель Донецка. Блогер, регулярно разоблачающий ложь оккупантов. От вылета до падения снаряда было 3 секунды. Значит, стреляли не в СУ. В Донецке даже дети понимают, кто и откуда стрелял, если слышно вылет и падение. Камеры РОС-ТВ приехали ровно через 10 минут после обстрела. И действительно, российские каналы уже на месте едва умолкают пушки. Но, обойдя улицы, так и не находят остатков ракет, якобы выпущенных из подконтрольной Украины территорий. Тем временем в воронках с человеческий рост украинские военные собирают урожай осколков. Вот, смотрите, осколки, больше всего, что это с БМ-21 град. За несколько секунд, сколько доказательств собирал? С одной вырвать. Гострые? Гострые, гострые, смотрите. Гострые. Я думаю, ничего не остается, перережет просто и все. Не поможет ни бронежилет, ни каска. Я, с вашего позволения, хотел бы одну цитату зачитать. Столкновения крупных группировок войск уходят в прошлое. Дистанционное бесконтактное воздействие на противника становится главным способом достижения целей. Георгий Тука, который сам не единожды оказывался объектом атаки пропагандистов, цитирует начальника Генштаба Министерства обороны России. И в очередном обстреле мирных городов, уверяет, несложно разобрать российский почерк. Когда бредовые страшилки не работают, в ход идут пушки. Это использует регулярная армия Российской Федерации и силы специальных операций. Этот метод, он широко известен для дезинформации, в том числе не только для внутреннего потребителя, я имею в виду жителей Донецка и Луганской области, но и для граждан Российской Федерации и на международной арене. Разыгрывая очередной спектакль, боевики рассчитывают подавить морально и вызвать волну протеста у измученных обстрелами людей. Но живущим на линии огня не до представлений. Только спасение одно подвал. Если прямого попадания не будет, может, останемся, может, останемся живые. Ирина Баглая, Даниэль Косаковский, Сергей Дубинин, Богдан Вербицкий, Марианна Буракова из Донецкой области. Подробности недели. Вы смотрите подробности недели с Алексеем Лихманом. Мы возвращаемся в прямой эфир. Коммунальное закаливание. Отопительный сезон в Украине начался с большими проблемами. По всей стране мерзнут сотни тысяч украинцев. А в Киеве даже предупреждают о возможном отключении света. Электросети не выдерживают нагрузок. Ведь при холодных батареях жильцам приходится включать обогреватели. Тему продолжит Евгения Коваленко. Дома. На Майдане был біля Верховной Ради. В палаці було там теплеше, ніж в цій квартирі. На учобі. Курточці, свадраку тут інакше ніяк. І даже на роботі. Ну, совсем же холодно. Люди мерзнут по всей Украине. Без отоплений і отдельні доми, і даже цілих міст. Главні причини коммунальні мерзлоти – долги і старі труби. Тільки в Києві без тепла – около 200 висоток. Сьогодні утром жителі одного із столичних районів навіть дорогу перекрили. Ігор греється, як тільки може. Немного допомагають одежда, одеяло і чай. Говорить, в його квартирі такий холод, що навіть ночувати старається у друзів. А якщо приходиться оставатися вдома, обустраювати ночлег на кухні. Я стилю оце, потім стилю оце, потім... Включав на 250, ковдрую вкривався, і ось тут я спав біля цього. Він вже і письма чиновникам писав, і на мітінги ходив. Але в Києвенерго пообіщали до конца недели обогреть всіх. Ігор проверяє, і вправду отопління включили. Але батареї еле теплі. І така ситуація, говорить, кожен год. Вот тільки доказати чоли – невозможно. Якби був точний облік тепла, і його на комп'ютері було видно, що не додали. Тоді є, так би мовити, факт, з яким не треба ні акти складати, ні досуду йти. Тоді включаються штрафні санкції. Це Київський політех, найбільшій вуз України. Але на пари зараз ходять найстійкі, точніше морозостійкі. В аудиторіях не знімають верхню одягу ні студенти, ні преподавателі. В цій аудиторії так холодно, що тут просто навіть неможливо заснути. В таких умовах важко вчитися. Навіть просто моторика пальців рук порушується, бо холодно. Є проблемні взагалі аудиторії, де ми встановлюємо обігрівачі спеціальні. Але гроші в університеті наших не вистачає, щоб забезпечити навіть на якийсь, знаєте, аварійну ситуацію всі аудиторії цими теплообігрівачами. Обігрівати вузи, музеї, театри і бібліотеки почали тільки на цій неділе. Все із-за неурегулированій ціни на газ для бюджетних учреждень. Национальна комісія встановила тарифи ціну на газ 4900 гривень. Що нафтогаз буде продавати по 4900 гривень, а нафтогаз продає по 7900. Теплоснабження цієї групи потребітелів вибиточна завідомо. Із-за отсуття координації між вітомствами заложниками стали обыкновенні люди. Ціна газу неадекватна. Тариф, розрахований на ціні газу, теж неадекватний. Зростає заборгованість. Державний бюджет має компенсувати пільги, субсидії підприємства? Має, а він не компенсує. Заборгованість держбюджету більше 20 мільярдів, заборгованість людей 28 мільярдів. От в сумі 50 мільярдів, які українська комунальна галузь не доотримала. Але фінансові дыри – не єдинна причина комунальних бед. Масштабні повреження на сношенних теплосетях. Зараз це одна із головних проблем комунальщиків. Тільки за останніх нескільки недель вони ліквідували почти тисячу таких аварій. І з кожним годом їх все більше. Іменно із-за цього во многих домах до сих пор нет тепла. В цьому дворі одні ямы. Рядом детська поликлиника. Уже несколько раз здесь пытались подключити отопление. Але старі труби не видерживають. Відь їх треба не ремонтирувати, а міняти. А щоб полностью замінити зношенні коммунікації, к примеру, в столиці нужні колосальні средства – 600 мільйонів доларів. А поки врачам без тепла работать дуже складно. Це кабінет массажа і лічебні гімнастики. Щоб п'ятимесячний Андрей не замерз, медсестра принесла на роботу обогреватель. Нужно розслабити дитина, якщо втонується. А холодно, він ніколи не розслабиться. Він не буде никакого. Також врачи утепляють поміщення підручними средствами. Вікна ми закрили поролоном, тому що з вікон дує рами дуже старі. Чотири секції. І щоб сказати, що вони дуже грілися минулого року, то теж вони ледь тепленькі. А вот в Черкасській області мерзнет почти целий город. 80-ти тисячнає смело. Без тепла – больниці, школи і дома. Своїх двойняшек Тарас в детсад отправляє, як на Северний полюс. Температура в групах не више 11 градусів. Футболка, ковта, гольф, потім теплая ковта така і плюс ще в'язана жилетка. В каждій групі по 2-3 обогревателя. Але і вони не спасають. Якщо так буде і далі, ходити в сад станет некому. Із-за постоянного холода заболіли більше половини дітей. На сьогоднішній день у нас шестеро діток має бути в садочку. А топітельний сезон в Смелі срывається вже 2-й год підряд. Причина – ведомственный треугольник. Свої отношения не можуть решити город, частна компанія і «Нафтогаз України». Більшу частину обслуживають предприятия «Смелоэнергоінвест». Необходимо запустить 21 котельну, але пока работають тільки 4. Закупають топливо в «Нафтогазі». Город с частниками рассчитывається исправно. Але у компанії «Смелоэнергоінвест» долг перед НАК – 91 мільйон гривень. А нет денег – нет газа. Власти попытались разорвати частниками договор и запустить все котельные. Але не получилось. Почему же не удалось? Чиновники разводят руками. Переговори с «Нафтогазом» продолжаются. НАК хотів гарантии міста, але депутати не надали ці гарантии, тому що вони не хочуть брати місто ці борги «Нафтогазу». Але пока ми в судовому не розірвемо угоду, то сьогодні надавачам послугам є «Нафтогазу». Когда в «Смеле» наступить потепление, пока ніхто сказати не може. А тим временем, по факту срыва отопительного сезона, полиция уже открыла уголовное производство. Такой же провал и в Шепетовке, и в Катюбинском. А всего в Украине закаляются по неволе сотни тысяч жителей. Евгения Коваленко, Станислав Кухарчук, Марьяна Бурякова и Владимир Дедов. Подробности недели – телеканал «Интер». Уже завтра Украину ждет очередной большой политический день. Привычного субботнего затишья может и не быть. В Киеве запланирован съезд Народного фронта. Представители этой полицилы большие партийные съезды не проводили уже три года. Последний раз собирались в таком формате еще в 2014. И источники в партии обещают, что это будет не просто какое-то протокольное мероприятие. Ну что ж, об этом и других событиях завтрашнего дня вы сможете узнать в новостях на нашем канале. У меня на сегодня все. Спасибо, что смотрели. До встречи в следующую пятницу. Редактор субтитров А.Семкин